Ей 100 лет, она живет в подмосковной деревне Еремино, но уже сегодня готовится к переезду в Москву, чтобы стать настоящей звездой. Речь о главной елке страны, которую мы совсем скоро увидим в сердце столицы, на Соборной площади Кремля. Более 500 елей установят в Москве к Новому году. Одна из них уже появилась на Манежной площади. Нарядить ее решили в ретро-стиле. Гигантское дерево украсили километр гирлянды и более 4 тысяч игрушек. По всей стране стартовал благотворительный марафон «Елка добра». Кремль готовится встречать главную новогоднюю елку. Вековое дерево спилили сегодня в лесничестве подмосковного Щелково. Оно настоящий эталон. Ровное, высокое, 27 метров. Жители сразу нескольких регионов украли Новый год. Вместо главного символа приближающихся праздников красиво украшенной елки в городах установили уродливые деревья. Например, в Нижнем Новгороде появилась елка почти без веток. Жители Петросаводска вообще не сразу поняли, где же их новогоднее дерево из-за его слишком маленького размера. Во Владимирской области пушистую елку все-таки нашли, даже украсили. Именно почему-то вот так. Не менее озадачены были красноярцы. Им предложили вместо игрушек повесить на дерево похоронные венки. А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! В Ставрополе не экспериментировали, развесили гирлянды, правда, они почему-то сразу сгорели. А вот в Челябинской области вместе с новогодним настроением ушли некоторые чиновники после того, как решили спилить елку для центральной площади в соседней улице. А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? А я 10 тысяч пенсии получаю. Два высшего образования. Получил пенсию, 10 тысяч. Пенсия на карте. А что я живу? Хуй, височек доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блять, мне нравится. Бийский дедушка, всем известный, который стал нам практически родным за последние две недели, дал интервью для канала на Ютьюбе. Это моя «Жигули». Четверка. Пенсия у меня маленькая, кататься я не могу. Бензин дорогой, уже 40 рублей бийский стал. Масса заменить надо на зимние. В чем феномен бийского дедушки, почему он стал таким популярным? Многие как бы этого не поняли до сих пор. Дело в том, что этот дедушка, дядя Слава, он подвел кратко, за несколько секунд, подвел итоги 2018 года. Без всякого красноречия. Вот он просто весомо, емко и кратко донес, как прошел 2018 год. Два высшего образования. Получил пенсию, 10 тысяч. Пенсия на карте. А что я живу? Хуй, височек доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блять, мне нравится. То есть народ хер без соли доедает. А нам все впаривают елочки, чемпионаты мира по футболу, победы в Сирии, блять. И вот всякую такую погонь выливает нам в уши. Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии. Это данные розничных магазинов, а также площадки интернет-торговли Амазон. Предпочтение календарю на 2019 год с российским президентом отдают прежде всего молодые женщины. На страницах изображения Владимира Путина в спортзале, во время интервью, на отдыхе и даже за игрой с собаками. Интересно, что глава российского государства оказался популярнее, чем японская кинозвезда, актер Кей Танаки, а также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Йодзоро Ханя. Вот, и поэтому я был бы рад, чтобы этот дедушка поздравил нас всех с Новым годом. Мне наш плешивый царь, он мне как бы никуда не уперся. Я от него, в общем-то, поздравления я и не слушал, никогда и не слушаю. А вот от дедушки бы я поздравления услышал бы с удовольствием. Вот. Если это кто-то организует, я буду дико благодарен. Единственное, думаю, где-то подработать. Никто на работу не берет. Уже 50 тысяч лет, больше 55, в Бийске не устроишься. Пришел в бюро предустоятельства, они говорят, бать, ты совсем йо, прям матом. Ты что, совсем йо, 30-летним не можем найти работу, а ты под 70 лет хочешь, иди отсюда. Город Бийск, Алтайского края. Кризис, народ, Путин, правительство. Получите. Расписаться не забудьте. Ну, чувствуется, что продукты дороже стали. Ну, естественно, пенсии не так хватать стало, как раньше. Хотя, в общем-то, у меня вроде не маленькая пенсия. Но я это чувствую. А отношение ваше к действующей власти как-то поменялось или нет? К президенту, к правительству? Ну, президента, конечно, я уважаю. Вот особенно сейчас, в связи с этой вот обстановкой такой вообще в мире. Отношение к президенту у вас как бы худшее. Отличное. Отличное, да? То есть за это время ничего не изменилось? Почему изменилось? Изменилось. В лучшую сторону. В лучшую сторону. Ну, живем мы, вы знаете, как молодежь. Вы плохо живете, мы тем более на такую пенсию смеются над нами зарубежные. Давным-давно говорили о том, что обратите внимание на стариков и прочее. А вот то, что творится за рубежом, ему не нравится, как ведет себя Путин. То есть, как сказать, он стал более жестче. Вот отстаивает Россию, не то, что как мы на коленях почти стояли. Вот это мне нравится. Кредиты взяли до кризиса, поэтому, конечно, сложно. Продукты подорожают. На всех отражаются. А ваше мнение к действующей власти вот за этот период времени как-то изменился? Может, к лучшему, может, положительную какую-то сторону? К президенту, к примеру? Ну, президента. Все любят и уважают в нашей стране. Музыкально делают. Политика у него правильная. То есть, политика внутри страны, то есть, кризис, то есть, все... Нет, это не связано. Не связано? Кризиса связана от всех. Да как, конечно, подорожало все, и продукты, и все подорожало. Как вам отразится больше? А пенсия-то не добавляется. Вот и отражается все. Ну, ощутимо? Ну, конечно. Хуже стало вам. Конечно, ощутимо. А ваше отношение к действующей власти улучшилось, ухудшилось за этот период? Да как вам сказать? Какая разница-то? Хоть какой-то, хоть... Ну, все равно кто-то и старается как-то все-таки выкрутиться. Ну, что сделаешь теперь? Все дело связано в этой же, как они говорят, все в нефти. Все в нефти падает в цене, и все, и рост. Такая пошла. Инфляция, как это называется. Ну, наверное, лучше-то не стало. Ну, стараемся держаться. Надеюсь, еще в августе пенсию добавят. Ну, надо держаться. А вот эта добавка, она там мизерная, наверное? Ну, конечно, мизерная. А если ее сравнивать с продуктами, с ценой на продукты? Ну, это смешно, конечно. Наверное, получается, дают рубль, а сбирают три. Где-то так, если на четыре. А ваше отношение к действующей власти за последнее время улучшилось? Ну, у Путина рейтинг, конечно, очень высокий. Это как политик он... Ну, везде одного человека не успеть. Надо иметь хороших заместителей. Если один все не потянет. И, в общем, теперь к хорошим новостям, да? Близится то время, когда отключат этот пиндовский интернет у нас в Россиюшке. Ну, или, по крайней мере, пытаются депутаты наши приблизить это время. И включат у нас наш православный скрипно-духовный чебурнет, где будут с утра до вечера показывать Киселева с соловьиным пометом. И, в общем, там нельзя будет писать комментарии. Там будут писать комментарии только кремлеботы и вот эти, как они еще называются, петухи-то эти. Блядь, кибер-казаки, кибер-дружины, да? В России появятся казачьи-кибер-дружины. Они будут бороться с запрещенным контентом в Рунете. Об этом сообщили сегодня в Лиге безопасного интернета. Работы у виртуальных казаков будет, похоже, много. Специально для нас кибер-волонтеров собирают в небольшом помещении с ноутбуками. Несколько молодых людей ищут противоправный контент под присмотром руководителей. Экстремизм пытаются найти по ключевым словам. Ну, экстремизм – это призыв привержения к ранних взглядам, на которые в методом действия экстремизма подтверждены как отдельные люди, противоправные нашей политике. И, естественно, нельзя будет ставить дизлайки, потому что их там не будет, только лайки, да? Вот. Ну, в общем-то, вот это будет чебурнета, и он будет паталоном. Только для тех, кто угоден Владимиру Владимировичу. Вот такие вот дела. А, что меня понесло-то? Дело в том, что в Госдуму внесен законопроект о том, как об автономности российского интернета чебурнета. В общем, они хотят найти места, где протекает в Россиюшку интернет пиндоский, обрубить эти места и замкнуть интернет, превратив его в чебурнет. Ну, что-то вот такое вот какие-то у них. Я не знаю, как это у них получится. Ну, в общем, они к этому стремятся. Вы же знаете, все это возникло, как когда-то, как на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ США. И что ж там? Вот так и развивается. И вот что самое интересное, мне вообще новость такая понравилась. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в обществе есть запрос на наказание за оскорбление властей. То есть вот так она заявила. То есть я бы сказал, что она не заявила, а пизданула. Она пизданула. Татьяна Москалькова пизданула, что в российском обществе есть запрос на наказание за оскорбление властей. То есть это значит как? А власти либо хорошо, либо никак. Потому что когда начинаешь что-то говорить правдивое, это становится естественно для них оскорбительно. Ну как, называют их жуликами, ворами, блять, пиздаболами. Это же все оскорбительно. А за это, вот Москальков говорит, в российском обществе есть запрос за это блять наказывать. А что ж она не сказала, что у нас в Россиюшке у общества есть запрос на гулаги. Мы же все гулаги хотим. Что она не озвучила? Или газовые камеры, это же вообще замечательно. Газовые камеры, гулаги. Запрос же есть в обществе. Защитник, блять, по правам человека. Ну что-то, блять, защитник по правам человека. Блять, такую вообще ахинею. Ну как, ну это, вообще я, я просто охренел от такого заявления. Я хотела бы обратить внимание, что эта инициатива президента прозвучала в контексте или в качестве совершенно противоположного подхода к человекам, как ответ на инициативы Украины, наоборот, ужесточить въезд в Украину гражданам России. Мы знаем, что немало граждан, они обращаются ко мне, были сняты с поездов, не допущены к перелету в Киев и не допущены к тому, чтобы приехать в Киев к родственникам, к родственникам с целью туризма. И очень важно, что с точки зрения и нравственной, и правовой, и с точки зрения общего подхода к человеку выдвинута инициатива об упрощении получения гражданства гражданами Украины. Право на упрощенное гражданство получили те, кто обладает русским языком. Сегодня, на мой взгляд, получение РВП, временного разрешения на проживание, этот институт себя уже изжил, и он фактически усложняет людям, которые сделали выбор в пользу России, получить гражданство. И вот теперь хорошая новость у меня для всех либералов и подпиндосников, которые ноют, что у нас в Кремле власть имущая не заботится о населении совсем, вообще ничего населению не думают, забыли, ни хера не забыли, и даже очень заботятся. МВД собирается купить 800 новых автозаков на 2 миллиарда 400 миллионов рублей. 800 новых, современных, уютных, уютных автозаков. Ну прям, как представлю, аж как будто Христос по душе прошел, или там, да нет, даже лучше, как будто Путин в пупок поцеловал. Вот, прям так приятно, чувствуешь заботу государства о себе, автозаки новые, прекрасные. А чё ж так мало-то всех же не пересадят? Ну не пересадят же всех, даже 2%, даже нас 2% говна, они в этих 800 автозаков не пересадят. Ну и пересадят, и куда денут? Надо автозаки освобождать. Это вот, допустим, вышли вы на митинг несанкционированный, обзывать власть, кричать, критиковать, вас садят в автозаки, и что? Они же быстро заполнятся. Надо куда-то увозить. В общем-то, в больших городах некуда везти. Это значит, надо строить какие-то спецзоны, концлагеря, да, куда свозить бузатеров. Зачем я это подсказываю? Они сейчас на что-то концлагеря строить. Ну зато скрепы будут наши крепче, духовнее, и Россиюшка с колен еще немножко приподнимется. Россия будет свободной! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова